Юрий Николаевич, в преамбулах нет никакой необходимости. Уже в учебнике истории, а не только хореографии, вошел каменный цветок 1957 года. Вот в этом смысле хотелось бы понять, что мы сейчас увидим? Премьеру или свидание с молодостью? Вы знаете, в чем дело? Это, конечно, редакция. Это все то, что когда-то здесь, на сцене, вот замечательного Мариинского театра, тогда Кировского театра, я и ставил этот спектакль. У Прокофьева, когда он вернулся и в Россию после длительного пребывания за границей, было написано три больших, полноактных, вот так я называю, больших спектакли. Это Роману и Джульетта, Золушка и Каменный цветок. Каменный цветок был последний его балет. Я думаю, что очень важно, что это все-таки спектакль на русскую тему. Мало балетов на русскую тему. Поэтому мне очень приятно, что я вот сейчас, через... 60 лет. Довольно длительный период времени, вы правильно подсказали, возвращаю этот спектакль. И вот во времена, так сказать, празднования юбилея великого русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. А чем для вас объяснен перфекционизм Прокофьева? Почему он работал над балетом до последних дней? Что он стремился сообщить? Как у каждого художника, интерес к делу, который будет продолжаться всю жизнь, от начала жизни до конца. Я, к сожалению, не был с ним знаком, Сергея Сергеевича. И встретился уже с супругой его, Мендрессоном Прокофьевым, которая и делала, собственно, сценарий к этому спектаклю вместе с Прокофьевым. И она говорит, хотите я вам покажу очень приятную для вас вещь? Я говорю, какой же? А пойдемте, пойдемте. Она меня в квартире привела в небольшой кабинет, где стояла пианино, открытый бипитр. И там на бипитре стояли ноты. Это были ноты, которые рукой Прокофьева было написано. Последний дуэт Катерины и Данилы из балета «Каменный цветок». Любой крупный артист отчасти гражданин мира. Вот мы свою прошлую беседу с вами писали в Лондоне, в Ковенгарден, на вашем 80-летнем юбилее. А для кого-то вы москвич, поскольку там прошла ваша основная часть жизни. Но мы-то знаем, что вы на самом деле ленинградец. Я ленинградец. Я именно ленинградец. Вот я вас хотел как раз спросить, ленинградец или петербуржец? А вы знаете, что самое смешное? Когда мы были ленинградцами, мы говорили, мы из Петербурга. А когда стал Петербург, я по старой привычке говорю, мы из Ленинграда. Я из Ленинграда поеду куда? В Ленинград. Потом говорят, да-да, в Санкт-Петербург. Но видите ли, я рад, что этому городу вернули девичье имя, так сказать. Я рад, что он называется Санкт-Петербург сегодня, потому что действительно великий наш Петр Великий посоздал этот город вот здесь. А какая мелодия, на ваш взгляд, могла бы выразить суть Ленинграда, Петербурга? Не знаю, не знаю, это трудно сказать, это трудно сказать. Там много мелодий, это многоголосная должна быть тема, да, очень, очень, да, потому что с какими трудностями создавался город, и какое он значение имеет, кстати говоря, еще и для России, огромное. Спасибо вам большое за беседу. Ну и приезжайте к нам почаще. Спасибо. До встречи. Постараюсь, постараюсь, постараюсь.